Бэкстейдж Как и обещала гостья в студии, в студии у нас бессменный руководитель Ордской Лиги КВН Андрей Алексеевич Стасюков. Здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Друзья, надеюсь, все вы в курсе, что у нас уже очень много лет, а именно в этом году сколько? 11 лет, 10-й юбилейный сезон Ордской Лиги КВН. Вот, представляете, друзья, 10-й юбилейный сезон Ордской Лиги КВН. Уже каждые, уже 10 сезонов подряд собираются КВНщики, что-то кому-то доказывают, а точнее доказывают, кто самый смешной, доказывают зрителям. И все это началось в далеком, так, я с математикой плохо дружу, в 2007 году. Так дело в том, что я участвовала в первом сезоне, да? Да, вы даже победили, Ангелина, этот сезон. Вы стали первыми чемпионами Ордской Лиги КВН в составе команды КВН. Мы ищем другое название. Мы были в то время, когда еще сам Андрей Алексеевич отсматривал, редактировал и прочее. И самое удивительное, что вот этот взгляд со стороны, он очень важен. Я помню наше первое выступление на институтском КВНе. И у нас, по-моему, было приветствие минут 14, наверное, было. 15 минут какого-то такого жесткого бреда. И нам казалось так смешно, прям вот ничего нельзя вырезать, все так классно. А потом как-то я пересматривал, думаю, о мой бог. Ну, я думаю, что в загашнике у каждого КВНщика есть такая кассета, которая там с первого выступления, которая казалась там, ух, какое классное, хорошее выступление. Одни болты. Одни болты, да. А потом вот у меня есть, у меня даже есть такая видеокассета, она еще там далекого 99-го года выпуска. Я специально ее не оцифровываю, чтобы не разочаровать себя и там окружающих близких людей. Как так получилось? Как пришла идея, что нужно организовать свою Лигу КВН в 2007 году? Почему именно тогда? О, это тоже такая длинная, трагичная история. Смысл в чем? То есть я на протяжении с 99-го по 2005-й, тире 6-й, наверное, даже год, то есть был активным игроком. То есть активно играл за разные сборные, готовил команды. Основная наша сборная, которая была сначала сборной института, Урского унитарно-технологического института, дальше это сборная города была, играл за сборную ОГТИ. То есть мы уже были профессиональной командой, выступали в разного рода лигах. Челябинск, Екатеринбург работали, Краснодар ездили, Анапа ездили. То есть мы как бы таком на профессиональном уровне были. И в шестом уже году просто у всех дети, дом, семья, работа. И как бы не до этого стало, мягко говоря. И как бы отошел отдел уже непосредственно от игры. И как-то закрутилось, закружилось. И через два года, вот как раз в седьмом году, совершенно случайно очутился на играх на турнире, городском турнире КВН среди команд. Причем и вузы, и СУЗы играли. И такая-то расхожая фраза у нас ходовая. Кровь из глаз пошла, и из ушей там потекло все, что надо и не надо. То есть я увидел то, что творится на сцене. То есть абсолютно без редакторской работы, без подготовки команд. Это был такой трэш. Это там медики на сцене разделывали труп, считали, что это смешно было. То есть у них была сценка по разделке трупа патологонамического. То есть там выход из жизни. И как бы глядя на это, я понял, что с ребятами абсолютно никто не занимается. То есть это было пущено на самотек. То есть и команда готовилась по факту самостоятельно. Что приготовили, то на сцену и вынесли. Ну как бы мы решили, что такого-то не должно быть. И создано было творческое объединение «Друзья», которое поставило своей целью как раз непосредственно популяризацию КВН-движения. В Орске и грамотное его оформление. То есть начали мы как раз с турнира, с городского турнира команд КВН. И впоследствии, получается, в течение года была создана лига полноценная, которая ставила свою задачу отбирать лучшие команды и продвигать их в дальнейшем по КВНской линии. То есть в следующей лиге отправлять. Я еще помню, что какое-то время Орская лига КВН была неофициальной, и вот не так давно она стала официальной. Так, или я что-то путаю? Да, мы получили статус официальной лиги КВН, то есть приобрели этот статус от Мика Александра Маслякова, компании. Вот этот небольшой, к сожалению, этап был у нас в нашей лиге по одной простой причине. При получении статуса, то есть мы получили очень много, грубо говоря, дополнительных, не самых хороших вещей. То есть АМИК – это очень большая, крупная корпорация, прежде всего, со своими определенными законами, нормами, догмами. Прежде всего, это закон об авторском праве, да, то есть соблюдение авторских прав, запрещается видеозапись и трансляция, тем более, Лиги КВН, то, что мы используем авторский знак КВН, вот. И очень большой объем бюрократической работы – это документы бесконечные, каждую шутку, каждой командой, соходящей в состав Орской лиги КВН, необходимо регистрировать, то есть, получается, каждая команда регистрирует свое авторское право либо самостоятельно, либо мы, как Лига, должны это опубликовать. Так как мы не коммерческое предприятие и просто банально не могли найти такое количество денег и технических возможностей это поддерживать, мы решили отказаться именно от официальности. Мы получили статус официальной городской лиги. То есть у нас, вот, мы являемся средним звеном в структуре АМИК, то есть мы являемся отборочным звеном для того, чтобы команда, допустим, выиграв в нашей Лиге, да, может ехать в любую региональную лигу. То есть у нее, как бы, есть билет. Вот это вот Оренбург в ближайшем. Мы останусь в Челябинск отправляем. Ребята, потому что, как бы, город более перспективный в плане развития, в плане, там, КВН движения. Он нам очень нравится в Челябинске, потому что мы с ним очень хорошо и тесно активно работаем. Весна, это первые цветы, влюбленность, солнышко. А для меня весна, это грязь, слякоть, тонять снегом вместе здоровой. А для меня весна, это призы в армию. Кстати, мне сказали, что сегодня в военком зале, поэтому я буду шифроваться. Ух. Эй, а, ну и жилетка тоже неплохая. Так, а где Ирия и Алина? Саша, Ирия с Алиной ушли от нас. Это Эрик, и он будет играть теперь за двоих. А я люблю, когда двоят сразу. Что устроили? Где вы вообще нашли? На главном сайте города. Раздели. Развлечения. А перед тем, как показать свое выступление, команда проходит очень сложную редактуру, и мы хотим показать вам, как это происходит. Так, ну вот это про роддом нормальный. Кто придумал? Ты придумал. О, мой любимый КВНщик. Ну что, какие идеи? Так, ну в принципе, основная часть у нас готова. Ну? Осталась только финальная. Тут, я думаю, надо обратиться к Стасюкову. Что-то типа. Андрей Алексеевич, спасибо вам за этот шанс попасть в эту чудесную семью. Семью под названием КВН. Спасибо за то, что мы можем выступать перед таким замечательным залом. Что-то типа того. Эээ, нормально, время забить пойдет, да. Ссора в московской семье. Господи, да что ты за сын у нас такой? Мы, наверное, с отцом помрем, а хайп от тебя так и не дождемся. Вон Димка у тети Наташи вейп по репостам выиграл, лонгборд за биткоины продал, а от тебя что ни день, то либо зашквар, либо траблы. Но это же все изи. Ну ты его хоть с Витоняшкой своей на столе познакомил. Мам, ну, вообще-то я гей. Господи, дай сюда телефон. Зачем? Сейчас. Сейчас эти Наташи мы нас тут трем. Ну я вообще-то привел человека, который нам сегодня поможет победить, так как он автор от Бога. Никита, это что такое? По-твоему, только с Божьей помощью победить сможем? Слушай, знают люди, что многим командам КВН пишут наемные авторы, а нам пишет он. Единственное, что он сейчас пишет, это послевыборная речь. Так, Егор, вообще-то нам сейчас нужно зажечь! Куда будет развиваться Орская лига КВН? Есть у нее какие-то грандиозные планы, или, может быть, скромные планы, но куда движется это наше задорное Орское движение, которое будет юбилейный, 10-й сезон, отмечать вот уже буквально 10-го ноября, друзья. Кстати, приходите. ДК нефтехимиков всегда, бессменно. Это как раз день рождения КВН, день рождения Орской лиги КВН, и мы будем проходить его в формате «Вечер встречи выпускников». Мы приглашаем всех наших выпускников чемпионов Орской лиги КВН, и Ангелина, надеюсь, будет на этой сцене, да, то есть в качестве чемпиона. И вот 10-го ноября будут еще специальные гости, это чемпионы премьер-лиги на Первого канала и участники высшей лиги КВН, команда КВН «Театр Уральского зрителя». Очень интересная, очень усмотребельная команда, то есть она к нам уже приезжала в гости, мы сегодня подружились. Да, и они потрясающе выступали, ребят, блочит, смешно, правда. Друзья, самую актуальную информацию вы можете посмотреть в группе ВКонтакте Орской лиги КВН, есть официальная группа, есть страницы официальные в Инстаграм, чтобы не пропустить, когда будут игры, билеты. Кстати, мы билеты регулярно разыграем в группе «Китарянка» в ВКонтакте тоже. Да, в разделе афиши на Орск.ру вся информация тоже в ближайшее время будет размещена, и розыгрыш билетов тоже, конечно же, будет. Большое спасибо за то, что вы занимаетесь таким классным делом, за то, что вы помогаете ребятам, не знаю, чувствовать себя классно, на высоте творческими, юморными и крутыми. Спасибо, что когда-то обратили внимание на нашу команду, потому что все-таки КВН, несмотря на то, что я вряд ли стану КВНщицей, я прямо уже признаю это в таком большом, не знаю, первоканальном смысле, но все-таки я КВНщицей 10 лет отыграла, потому что все-таки КВН принес очень-очень много крутых эмоций, моментов, и каких-то веселых, и каких-то обид, когда там тебя кто-то не проходит, особенно в Оренбург, как он нам резал программу, как вот это все было неприятно, когда не брали Арчан в полуфинал, а брали Оренбургских, хотя у нас было больше баллов, и вот эта вся трагедия, все вот эти эмоции, это очень круто и классно. Я думаю, что, ребята, если вам близок юмор, если вам хочется выступать, пробовать себе образных амплуа, если вы любите сцену, нет никакого более комфортного, мне кажется, места, чем Орская лига КВН, куда можно прийти и, собственно, сказать, ребят, давайте зажигать и зажечь. Так что, друзья, в нашем городе есть замечательная Орск Риве КВН, руководитель ее бессменный, уже 11 лет, Андрей Алексеевич Косяков. Вам большое спасибо, и спасибо, что нашли время, чтобы прийти к нам в студию Радио Хи. Спасибо, Ангелина, спасибо, уважаемые зрители. Я от себя еще добавлю, что такое пожелание молодежи, именно молодежи, играйте в КВН, пробуйте себя, играйте в любом, в школьном КВН, и потом в дальнейшем студенческом КВН, приходите к нам в Орскую лигу, пробуйте себя, свои силы, по одной простой причине. Вы получите уникальный опыт актерского мастерства, сценического мастерства, и, вот, как говорится, у меня мои команды записывают за мной иногда, и один раз я в разборе полетов сказал, среди выпускников Орской лиги КВН, среди чемпионов Орской лиги КВН, бомжей нет. Вот, любой человек, который играл в Орской лиге КВН, он достаточно успешный сейчас, вот, Ангелина передо мной сидит, я рад за нее, что это моя выпускница, моя ученица, и все остальные мои выпускники, весьма достойные, успешные люди сейчас. Играйте в КВН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова